В Гомельском обл. исполкоме официально дан старт циклу мероприятий по изучению и проверке готовности региона к выполнению задач в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Совещание с участием руководства области и представителей всех заинтересованных ведомств открыл первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь Александр Худалеев. С 14 по 24 число состоится изучение готовности Гомельской областной подсистемы, государственной системы предупреждения о ликвидации чрезвычайных ситуаций, функционирования в осенне-зимний период, но и не только в осенне-зимний период, но и на военное время. В соответствии с указаниями, организационными, пример министра Республики Беларусь, начальника гражданской обороны, сформирована группа, которая на протяжении этого периода будет изучать состояние готовности в период с 1 января 2020 года. И по результатам мы подготовим свои рекомендации для того, чтобы повысить уровень готовности. Спектр решаемых задач обуславливает участие в работе комиссии разнопрофильных специалистов. Они изучат вопросы организации по выполнению законодательства защиты населения территории в случае чрезвычайных ситуаций, состоянии пожарной, промышленной, радиационной безопасности, готовность органов управления, а также имеющиеся силы и средства для ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время. Будут изучены не только Гомельский областполком, но и райисполкомы. Планируем порядка 6-7 отработать районных исполнительных комитетов. Но с учетом той общественно-политической ситуации, которая складывается у наших границ, ситуации в целом с чрезвычайными ситуациями в нашей стране, я думаю, что есть все основания для того, чтобы активно поработать в этот период. Как показал предварительный анализ, несмотря на положительную тенденцию к снижению общего количества чрезвычайных ситуаций в регионе для Гомельской области, остаются актуальными вопросы возгорания в природных экосистемах, подтопления домовладений и внештатных ситуациях в системах жизнеобеспечения и энергетики. Завершающим этапом комплекса мероприятий станут учения, в которых будут задействованы не только подразделения по чрезвычайным ситуациям, но и все аварийные службы и органы власти. По результатам проверки будут подготовлены необходимые документы, даны рекомендации, оказана всевозможная помощь.